Всем привет! Вот собрались в субботу с замечательным ранним утром немного погуляться, поедем сейчас на набережную там погуляем, пофотографируемся одновременно сниму парочку видосов сделаю такую небольшую экскурсию, прогулку по нашему замечательному городку набережную там, тем более, относительно недавно годика полтора назад как отремонтировали вот, так что сейчас съездим, посмотрим ладно вот, смотрите, приехали на набережную тут довольно-таки красиво, мы уж немного спустились там наверху у нас монумент такая, типа площади со скамейками с тем до сем, травка всякая единственный контингент, конечно что-то тут вообще интересное вот, посмотрите там внизу тут всякие лестники пруд там вот вроде как пляж правда, вот такой пляж, что там никто не купается ну, как никто купается, конечно ну, это считается, типа, маветон вот такая набережная остановился я наверху хотя, вот, я думаю, надо вниз приехать внизу посмотреть вот, сейчас спустимся вниз там еще поснимаем там сделаю лавочки всякие туда-сюда да, хорошо вообще, говорю, хороший день хорошая погода, никого нет единственной только вот странно, что в 10 утра уже куча всяких колотерей либо ты какой-то непонятный тут спимся ну, короче, неприятная аудитория для прогулок вот в общем-то так вот, смотрите площадь ну, как площадь, не площадь прогулочные места вон типа какие-то монументики вот там сверху мы спустились ставили там ласточку так тут, кстати говоря, вот так вот смотришь глазами красивее, чем на фотике ерунда тут выходим, посмотрим там, что да все вон там не достроили давным-давно еще в 2010 году, судя по монументу поэтому не по монументу ну, короче, вот это то ли колонна, то ли обелиск что-то такое непонятно там так и не доделали вот тоже бесящее дело против солнца фотографируешь ничего не видно темно если становишься лицом к солнцу то начинаешь жмуриться и тоже паршивая фотография получается вот тут вышли к пруду к самому сейчас покажу так все у нас вода дети люди которые тоже фотографируются вокруг так, в принципе, довольно красиво все-таки бычья всякого поменьше здесь внизу бухающего пива в 10 утра в основном уже мамаши папаши и детишки с фотоаппаратами ну типа меня как завод радует, конечно какой-то непонятный тут так много всяких заводов точно не много, но несколько буржуйские поселочки на тех берегах и прогулочки и прогулочки по утрам главное фотик не уронить туда в воду так ну-ка что там написано какая-то надпись непонятная знак в Ижевске рядом с которым все фотографируются ну это типа местный юмор я так понимаю очень весело у вас не нравятся еще места подорожка такая тут еще проехать можно там парк у нас такой типа с этими с аттракционами ну колесо качельки карусельки как обычно там родник похоже ну какая-то такая конструкция я тут прогуливаю сюда-сюда вот здесь какой-то типа родника что-то такое тут есть так ну-ка давайте посмотрим вода бежит замки любители вешать замки вешают везде думают что это им поможет в чем-то жить долго и счастливо наверное тут несколько таких штук ну типа родников правда насколько чистая вода в этом роднике фиг его знает но то что это точно родник это вот стопудово а так я же могу заценить точно сейчас попробую сейчас попробую воду из этого родника я конечно пил из родников которые по городу находятся ну вода и вода вкус такой вполне себе нормальный единственное там конечно грязновато вот так в целом нормальная вода если уж совсем помирать будешь из жажды то сойдет попить вот будете вы жестки знайте что около пруда есть родники ну и они вообще по городу так раскиданы в некоторых местах есть правда фиг найдешь но здесь на набережной их сразу видно вот еще напоследок была небольшая тренировка в виде поднятия мелкого обратно наверх вот практически к этому монументу эта ласточка замечательная моя дайте посмотрим обратно откуда мы пришли вот оттуда пришли особо высоты не видно но довольно таки высоко ну и такой панорамный видок на весь пруд и город по его сторонам всем пока поедем домой вот уже дома в итоге получилась такая не очень быт долгая где-то час наверное может быть 2 часа ну с дорогой там со всеми делами отличная прогулка в субботу утром на свежем воздухе по хорошей погоде распогодилось тепло вот если бы еще мелкий поменьше пищал никто бы не ругался еще бы с работы не позвонили мне бы раз 5 постоянно что-то звонили что-то то 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 все какие-то все вопросики там делишки у них не получаются вот пробок бы поменьше было на улице получился бы замечательный отдых а так это получился не только отличный отдых но еще и отличная тренировка для физической и психо эмоциональной выносливости организма ладно всем пока всего хорошего